Здравствуйте, меня зовут Самойленко Наталья, и с вами снова канал Европлант Лайф. Сегодня сюжет будет посвящен привитым штамповым хвойнам, и мы их ласково называем чупа-чопс. Я очень долгое время относилась скептически к таким растениям, так как они мне казались слегка нелепыми, и я искренне не понимала, почему они так популярны в Европе. Зачем делать сосну винтерголм на штамбе или гвалку-глобозу на ножке? Разве это красиво? Но сегодня я думаю немного по-другому, и сейчас объясню почему. Заядлые садоводы с ностальгией вспоминают времена, когда дом только строился, а сад планировался. Вот это было время. Свободного места на участке было море, и все открытия, радости и разочарования были еще впереди. Можно было всю зиму читать журналы, форумы на садовую тему, заказывать в интернет-магазинах корешочки и горшочки, созваниваться садовым центром, чтобы что-то уточнить и забронировать. А сейчас садоводы со стажем с грустью и теплом вспоминают те времена. Все разрослось. Маленький можжевельник, место обещанного метра, занимает почти три сотки. Пихта, которая по всем признакам была мини, достигает окон первого этажа. А сосенка-гном больше похожа на маленького великана, чем на миниатюрного гнома Васю из бессмертного мультфильма. И что делать? Место закончилось, а список желанных растений еще нет. Вот тут-то нам и приходят на помощь штамбовые формы. Они идут вторым ярусом, позволяя утолить нескончаемую жажду растений. И уже в законченном саду они, до мой взгляд, очень органично смотрятся. Посадка и уход за такими растениями ничем не отличаются от ухода за обычными хвойными или лиственными кустарниками и деревьями. Также делаем посадочную яму, не забываем поливать, а если нужно, и притенять. Единственное, что нужно помнить, пока ствол тонкий, на зиму нужно поставить распорку, чтобы ствол не сломался под тяжести кроны и снега. Ну и если на стволе появилась поросль подвое, то ее тоже удаляем. Правда, такое бывает редко. Я видела подобное только у можжевельника. Если вы заядлый садовод или коллекционер, а места на участке почти не осталось, или участок совсем маленький, а хочется так много всего посадить, или если у вас в планах есть создать сад в регулярном стиле, и вы проживаете в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, то приезжайте к нам в садовый центр в Порошкино, и здесь вы найдете самую большую коллекцию хвойных на штампе. На этом все. До скорых встреч. Подписывайтесь на канал. Не забывайте оставлять комментарии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова